Другой пример, к которому мы еще дойдем, как понимать сегодня слова Павла о женщинах, о головном уборе и о молчании в церкви. Он говорит, женщины в церкви молчат, это мы с вами еще будем читать, он говорит, что если мужчина молится с покрытой головой, то он постыжает свою голову, если женщина молится с непокрытой головой, то она тоже неправильно делает. Вот вам пример, как все это мы сегодня должны воспринимать. Вот я сегодня здесь сижу с вами без кипы, иногда я сижу в кипе, и кто-то из вас сидит в кипе, и мы тут молились с вами, и вообще что происходит, женщины у нас тут замужние сидят без головных уборов. Писание мы не уважаем или как? То есть, понимаете, о чем мы говорим, пожалуйста. А вопрос был? У вас вопрос был? Не-не, это не вопрос. Я к тому, что вот есть такие моменты, с которыми нам нужно будет немножко поработать. Это было предисловие. Понятно, чем мы будем заниматься, да? Значит, первый момент, мы попытаемся вчитаться в наш с вами текст и услышать его глазами получателей того самого письма, глазами членов той каинской общины, ушами их. Второе, мы попытаемся перенести его на нашу с вами жизнь, чтобы понять, как нам его сегодня читать и как нам, самое главное, его применять. Перед тем, как еще раз, это было первое предисловие, теперь второе. Перед тем, как мы, на самом деле, перейдем к письму, значит, мы с вами будем читать, чье письмо кому? Павла, жителям города Каринфа, членам тамошней общины, окей? Значит, мы с вами понимаем, что это письмо родилось не на пустом месте, да? Вы не пишете письма вот так, вы сегодня не пишете письма совершенно незнакомым вам людям, да? То есть у вас сначала есть какие-то отношения с этими людьми, в результате которых, в процессе которых возникает та или иная, скажем, переписка, обмен мнениями, неважно чем. Вот для того, чтобы нам с вами лучше понять, что Павел хотел им сказать, будет, по-моему, полезно получить какую-то информацию, у кого-то что-то звенит. Если можно, пожалуйста, закройте. Получить какую-то предварительную информацию о Каринфе, согласны? Чтобы представлять себе вообще, что это были за люди, где они жили, чем они дышали. О Каринфе, о его культуре, о его обычаях. Также о том вообще, какие у Павла отношения были с жителями этого города и с этой общиной, и из чего состояла, в принципе, вообще вся его переписка. То есть, какое место занимает вот это конкретное письмо в общей картине. То есть, в каком контексте мы с вами будем его читать, это письмо. Прежде всего, сам Каринф. Значит, эту общину, в которую Павел пишет, основал кто? Домашнюю работу кто-то сделал? Сам Павел ее и основал. Давайте поговорим о том, что представлял собой Каринф того времени. Значит, он был основан как греческий полис. Изначально это был греческий город. У кого-то из вас есть синодальная Библия? Лежит на столе. Там в конце есть карты. Значит, вот сейчас вы можете как раз их открыть и полистать, попробовать найти карту. Значит, есть Каринф древний, потому что есть и современный Каринф. Там же в Геи древние, в трех километрах они друг от друга находятся. Он находится, или находился на узком перешейке, который соединяет полуостров Пелопонез с материковой Грецией. С севера-востока там был Каринфский залив и с юга-востока Саранический залив. И вот этот городок, он стоял на перешейке. И вот это его географическое положение определяло стратегическое значение этого города. Это была точка пересечения торговых путей. О чем это вам с вами говорит, что это точка пересечения торговых путей? Чем сразу пахнет? Деньгами пахнет. Там, где торговые пути, там деньги. И, соответственно, там небедная жизнь. Торговцы использовали этот перешейк для того, чтобы переправлять товары с одного пролива-залива в другой. Вместо того, чтобы объезжать, оплывать Пелопонезский полуостров. Нашли на карте? Да. Нет? Нет. Он маленький там. Если вы посмотрите к соседям. Слева Афинный. Да, от Афинный Вея. Он юго-западний Афин. Македония, Физия, Ахайя, Пасовка. Вот. И, в общем, поэтому, поскольку это было точкой пересечения торговых путей и перевалочным пунктом по дороге из Рима на восток, жизнь в городе была дорогая, и была такая даже поговорка в древнем мире, не всякому плавать в Каринфе. То есть, не любому человеку этот город был по карману. Окей? История дальше этого города такая. В 146 году до нашей эры Римляне осадили город, разрушили его и подожгли. Затем, в 44-м году Юлий Цезий отстроил его заново. И город, в основном, был заселен после этого вольноотпущенниками. То есть, людьми, которые были раньше рабами и вышли на свободу. Их отпустили на волю. Отсюда это слово вольноотпущенниками. И этот город был главным городом провинции Ахайя. Эта провинция Ахайя упоминается в посланиях Павла и в книге Дианин. Мы с вами увидим, где. В дальнейшем к римлянам туда добавились греки, к населению этого города, которые вернулись туда. И также и евреи. Потому что мы знаем, что в городе была синагога. Это известная из книги Дианин. То есть, город был смешанный. Там жили и греки, и римляне, и евреи. И там была синагога, в которой, собственно, Павел и начал свою проповедь. В 18 главе книги Дианин об этом написано. И с этой проповеди, с этого служения Павла в тамошней еврейской синагоге, собственно, и началась община. Мы чуть позже об этом почитаем. В общине каримфской было также немало римлян. Потому что послание к римлянам, которое Павел писал, находясь как раз-таки в Каримфе, оно заканчивается приветами от христиан с римскими именами. Отсюда мы понимаем, что это были члены каримфской общины, римляне. Я могу, может быть, даже, давайте почитаем. Римлянам, 16 глава. Откройте, пожалуйста. Римлянам, 16 глава. Римлянам, 16 глава. Вот смотрите, что Павел пишет здесь, в стихе 21. Вам передают привет Тимофей, мой сотрудник. Луки, Ясон и Сосипатор, мои соплеменники. И я, терпи, писавший это письмо, приветствую вас в Господу. Значит, тут есть несколько римских имен. Кроме этого, мы читаем с вами в деяниях о том, что был такой Иус, чтущий Бога. Это тоже римское имя, он был в тамошней синагоге. Были Фортунат и Ахаик, которых Павел упоминает в первом послании к Коринфянам, 16 главе. Это все тоже, это римляне. Теперь давайте поговорим немножко о том, что за жизнь была в этом городе в религиозном отношении. А город это какой был, еврейский или языческий? Вот если так, да Гадольф, как мы говорим, по-большому. Языческий, конечно, да, там была, понятное дело, еврейская синагога, но это было не единственное религиозное учреждение. Что там еще было, если это был языческий город? Там храмы были. Причем самые разные. Там их было достаточно много, археологи раскопали там немало храмов. Но это все-таки была тоже Греция. Хотя мы говорим уже про римский период. Там был храм Аполлона, там был храм Афродиты и разные другие храмы. Значит, при храме Афродиты было около тысячи храмовых жриц, то есть, попросту говоря, проституток. Афродита это была богиня любви в Древней Греции или в Древнем Рине, она называлась Венера. Вот, и, соответственно, там был соответствующий штаб. В принципе, Коринф славился своим развратом в Древнем мире и было даже такое выражение «жить как коринфянин» или «коринфянин», то есть, «блудить». Вот, был такой момент. Что еще было в этом городе? Было немало рынков, в том числе мясных рынков. Какое мясо продавалось на этих рынках, как вы думаете? Жертвоприношение. Мясо, которое было раньше принесено, это было мясо животных, принесенных в жертву. Жертву кому? Богу Израиля? Нет. Нет. Почему, кстати, не Богу Израиля? Там же были евреи. Евреи питались отдельно. Евреи питались отдельно, но евреи жертву-то приносили? Не там. Они своему Богу приносили. Раз в годах в храме. В каком храме? В Иерусалиме, точно. В храме в Иерусалиме. Храм еще стоял в те времена? Ну, до 70-го года. А мы до этого еще не дошли. Да. Мы до этого вопроса еще не дошли. Мы еще не дошли до времени написания этого послания. Но одно мы знаем точно. Мясо, которое там продавалось, это было мясо животных, принесенных в жертву языческим богам. Не Богу Израиля, потому что храм стоял в Иерусалиме, а не в Каринте. В этом отличие иудаизма от других религий. В иудаизме всегда был только один храм. Да? А Афролита, Аполлон и другие идолы имели свои храмы в самых разных местах. Там, где народ живет, там ему надо справить свою религиозную потребность, там построим храм. Пиржества, на которых это мясо поедалось, они были религиозными мероприятиями. То есть мы с вами, когда собираемся в гости, что-нибудь там хотим, шашлычок, для нас это просто общение, правильно? Мы можем помолиться за пищу и делаем, наверное, это, благословить Бога за эту пищу. А там, когда народ собирался покушать мясца, это было, в общем, и социальное мероприятие, то есть пообщаться, и также религиозные, как правило, приносились жертвы перед тем, как начиналось пиржество. Вот. К чему я это говорю? К тому, что от граждан, вообще от обычных людей ожидалось участие в таких мероприятиях. Теперь представьте себя на месте тех верующих. Вы стали верующим, и от вас ожидают, я просил выключить звук телефона, спасибо, от вас ожидают участие в какой-то обычной жизни, да? А вы приходите, и вы знаете, что там сейчас заколит барашка какому-нибудь Аполлону или какому-нибудь Артемиде, а вы больше не верите в Артемиду, и вы больше не поклоняетесь Аполлону. Что же вам делать? И как обращаться с этим местом? Вот такие у них были вопросы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!